Как-то холодным днём миссис Литтл выглянула из окна и увидела маленькую птичку на подоконнике. Но затем она решила принести птичку в тёплую комнату и поместить её возле батареи. Так она и сделала. И что же вы думаете? Скорее птичка открыла глаза. Это была красивенькая маленькая коричневая птичка with a yellow breast с жёлтой грудкой. Миссис Литтл нашла ей местечко в столовой and fed her, покормила её and gave her a cup of water и дала ей чашечку с водой. Soon the bird felt much better. Вскоре птичка почувствовала себя гораздо лучше and began to hop around the house и начала скакать по дому and look at everything with great interest и смотреть на всё с огромным интересом. At last she hopped upstairs. Наконец-то она поскакала наверх and into Stuart's room и в комнату Стюарта. Стюарт был всё ещё в постели. Hello, he said. Привет, сказал он. Who are you? Кто ты? Where did you come from? Откуда ты пришла? My name is Margalo. Меня зовут Маргало, said the bird in a musical voice, сказала птичка мелодичным голосом. I come from fields once tall with wit. Я пришла с полей, на которых когда-то колыхалась высокая пшеница. From pastures deep in fern and thistle. Спастбищ, густо заросших папоротником и чертополохом. Come from veils of meadow sweet. Пришла из долин поросшими таволгой. And I love to whistle. И я люблю свистеть. Stuart sat up in bed. Stuart привстал в постели. Say that again, he said. Скажи это снова, сказал он. I can't, said Margalo. Не могу, сказала Маргало. I have a sore throat. У меня болит горло. So have I, said Stuart. И у меня тоже, сказал Stuart. Don't come near me. Не подходи ко мне близко. You may catch it. Ты можешь заразиться. I'll stay here near the door, said Margalo. Я останусь здесь, возле двери, сказала Маргало. You can take my medicine if you want, said Stuart. Ты можешь взять мое лекарство, если хочешь, сказал Stuart. And my nose drops too. И мои капли в нос тоже. Thank you very much. Большое тебе спасибо. You are very kind. Ты очень добрый, said the bird, сказала птичка. Did they take your temperature? Asked Stuart. А тебе измеряли температуру? Спросил Стюарт. No, said Margalo. Нет, сказала Маргало. But I don't think it is necessary. Но я не думаю, что это необходимо. Well, we must be sure. Ну, мы должны быть уверены, said Stuart, and he gave her the thermometer, сказал Стюарт и дал ей градусник. Margalo put it under her tongue. Маргало поставила его под язык. And she and Stuart sat very still for three minutes. И она со Стюартом сидели очень тихо, три минуты. Then she took it out and looked at it. Затем она его вытащила и посмотрела на него. Normal, she said. Нормальная, сказала она. Stuart was very glad to hear it. Стюарт был очень рад это слышать. He liked this bird very much. Ему очень понравилась эта птичка. She was so beautiful. Она была такая красивая. I hope, he said. Я надеюсь, сказал он, Что мои родители подготовили тебе хорошую постель. Oh, yes, Margalo said. О, да, сказала Маргало. I am going to sleep in the fern. Я буду спать в папоротнике. On the bookshelf in the dining room. На книжной полке в столовой. You have a nice house. У вас красивый дом. And now, if you'll excuse me. А теперь, с твоего позволения, I shall go to bed. Я пойду спать. It is getting dark outside. На улице уже темнеет. I always go to bed at sundown. Я всегда ложусь спать на закате. Good night, sir. Спокойной ночи, sir. Please, don't call me sir, cried Stuart. Пожалуйста, не называй меня sir, закричал Stuart. Call me Stuart. Зови меня Stuart. Very well, said the bird. Очень хорошо, сказала птичка. Good night, Stuart. Спокойной ночи, Stuart. And she hopped off. И она ускакала. Good night, Маргало, cried Stuart. Спокойной ночи, Маргало, крикнул Stuart. See you in the morning. Увидимся утром. Stuart lay down again. Стюарт снова лёг. This is a very nice bird. Это очень хорошая птичка. He whispered and sighed. Прошептал он и вздохнул. Прошептал он и вздохнул. Прошептал он и вздохнул. Прошептал он и вздохнул. Продолжение следует...